Я нажил зоб Усердием и трудом Такую хворью от воды стоячей В ломбардии страдает рот кошачий Мой подбородок сросся с животом Лежу я на лесах под потолком От краски брыжущей почти незрячей Как гарпия на жердочке висячей Макушка вниз А борода торчком Здравствуйте, уважаемые друзья! Нашу передачу мы посвятили Микеланджело Великому скульптору, живописцу, архитектору Это его сонет Я только что вам читал Впечатление от росписи Сикстинской капеллы Напоминаю вам, что со всех концов России Даже из ближнего зарубежья К нам приехали ваши чрезвычайные И полномочные представители Умные, энергичные, молодые В том числе из таких древних русских городов Как Великий Новгород, Владимир, Тверь, Ярослав А также из республики Башкортостан, Кабардино-Балкария Коми, Саха, Татарстан, Удмуртия Из немецкого и ханты-мансийского автономных округов Всех их в конечном итоге ждет наш главный приз Вы помните, семь победителей финального состязания Гуманитарной олимпиады Умницы и умники Прямо здесь, в студии Еще будучи школьниками Станут студентами Московского государственного института Международных отношений Университетом ГИМО Одного из самых престижных университетов России Вы знаете, что умников, которые выходят на дорожки Мы называем агонистами А тех, которые сидят на трибунах теоретиками Но кто наши судьи сегодня Вы пока не знаете Позвольте вам их представить Судит встречу декан Международно-правового факультета Университетом ГИМО Доктор юридических наук Профессор Геннадий Толстопятенко Ему помогают Главный редактор интернет-проекта Умники Владимир Легойда И ответственный секретарь Ариапага Татьяна Смирнова Моя помощница Зоя Кайдановская Генеральный спонсор программы Умницы и умники Компания LG Electronics Один из лидеров в области цифровых технологий ЛСД телевизоры Флатрон Кристалл В цифровой оправе Генеральный спонсор программы Компания LG Electronics А теперь позвольте вам представить Агонистов Вас как зовут? Алексей Галкин Вы откуда? Я из Севабарской и Татаровой Везняковского района Владимирской области Везняковского района? Да, из Везняковского Сколько школ в вашем селе? В нашем селе школы нет Поэтому я учусь в Амстерской средней школе Простите, а вы живете в селе и учитесь в другом месте? Да И вы туда каждый день добираетесь? Да И на чем? Пешком И сколько километров? Да не очень много Минут 15 ходьбы Пешком сколько? 15 минут Понял Я думаю, такого человека ничем не запугаешь Желаю вам удачи Спасибо А вас как зовут? Андрей Павлов А вы откуда? Город Белебей, Республика Башкортостан А как вы учитесь? Некоторые люди учатся лучше меня Я не плохо учусь Какие оценки у вас? Ну, четверки, пятерки, бывает и тройки Бывает, медали не будет Почему? Может и будет А вам отличники нравятся? Да Кто выиграет в сегодняшней программе, как вы думаете? Наивезучейший Удачи вам Большое спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Вас как зовут? Светлана Симонова А вы откуда? Из города Самара И вы, конечно, отличница Да А вам не скучно быть отличницей? Нет, отнюдь То есть, ну это же надо по всем предметам готовиться Да, и интересно, каждый раз узнаешь что-то новое, интересное Ну вы же разбрасываетесь Нет, все равно Желаю вам удачи Спасибо Приглашаются Алексей Галкин Село Барское Татарова Владимирской области Андрей Павлов Город Белебей Башкортостан И Светлана Симонова Самара АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, позвольте начать пролог Он у нас состоит из двух частей И первая часть это конкурс русского языка Дорогие друзья, пожалуйста, подходите к вашим компьютерам И извольте получить задание Там из какого-то романа должна быть фразочка Микеланджело, глядя на папу Имеет в виду папа римский По-прежнему в упор Из-под лобья Точно ощетинившись Ну вы умники, вы же видите Здесь есть ошибки Их надо исправить Микеланджело, глядя на папу По-прежнему в упор Из-под лобья Точно ощетинившись А, уже готовы Все, тогда давайте заканчивать Микеланджело, запятая, глядя на папу Запятая, непонятно почему По-прежнему, по-прежнему раздельно В упор вместе Из-под лобья Через дефис Точно ощетинившись Простите, раз Раз Я тут даже запутался Сколько раз Два Три Четыре Ну пять минимум ошибок Может быть и шестая Андрей Павлов Микеланджело, запятая, глядя на папу По-прежнему, по-прежнему Через дефис В упор Раздельно Из-под лобья Через дефис Точно ощетинившись Я усматриваю только одну ошибку В слове Из-под лобья Потому что из-под лобья Пишется Вместе Хотя можно засчитать и две ошибки Но это на ваше усмотрение А здесь у нас Микеланджело, запятая, глядя на папу По-прежнему Через дефис В упор Раздельно Из-под лобья Точно ощетинившись Одна ошибка Тогда значит Одна ошибка Две ошибки И шесть ошибок Микеланджело, запятая Глядя на папу По-прежнему По-прежнему Через дефис В упор Раздельно Запятая Из-под лобья Одно слово Вторая буква С Запятая Точно Ощетинившись Вот так правильно Дамы и господа Наш второй конкурс Пролога Очень важный конкурс Конкурс Красноречия Следуя традиции За 15 минут До начала программы Я спросил Наших умников А что важнее Талант Или трудолюбие Алексей Галкин Что важнее Талант Или трудолюбие Уважаемый ведущий Уважаемый ряпак Возможно Мой ответ покажется Вам слишком Необычным И радикальным Давно уже говорили Что гений Это на 99% Труд И лишь 1% Таланты Но по-моему Это неправильно Конечно Один талант Без трудолюбия Это мало что дает Но однако Трудолюбие Без таланта Это гораздо хуже Поэтому важнее Это все-таки Талант А не трудолюбие Хотя трудолюбие Очень выгодно Дополняет талант Таков мой ответ Спасибо Идеально по времени Это ровно 30 секунд Правда Ваша честь Хочу обратить Ваше внимание Что здесь содержались Нападки на Величайшего Русского композитора Петра Ильича Чайковского Это он сказал Про пропорции Таланта И Трудолюбия Андрей Павлов Я убежден Что каждый человек Родившись на этой планете С самого начала Своего существования Обладает Именно ему присущим Единственным Уникальным талантом В зависимости От общества В котором он родился В зависимости От среды От тех Исторических условий Зависит Ну Зависит Сумеет ли Реализовать он Свой талант Или не сумеет Талант Без трудолюбия Это то же самое Что Ну В зависимости Трудолюбия Сейчас Можно мне пересказать Пожалуйста Я сбился Вот сейчас уже можно замолчать 40 секунд Симонова Прошу вас Талант и трудолюбие Трудолюбие и талант Это два качества Совершенно незаменимых Для человека искусства Для творческой личности Я считаю Что они одинаково важны Потому что Если Талантливый Гениальный человек Будет нетрудолюбив То он не сможет Воплотить свой талант Показать свой дар Остальным поколениям Оставить свой след В истории человечества А так же Трудолюбивый человек Но без таланта Без какого-то дара С небес Тоже Не сможет Быть довольным Своим трудом Не сможет быть Известным В будущем 33 секунды Ваша честь Нам очень важно знать Кто занял первое место Кто второе и третье Но этот вообще ничего не смог сказать У вас конечно я понимаю Довольно сложное положение Потому что надо Принять решение По результатам Двух конкурсов А результаты там разные Но здесь Без ступительного слова Понять Почему мы приняли Такое решение Невозможно Графин вам не нужен? Нет Мы постараемся Самостоятельно Конечно Конкурс русского языка На нас произвел Очень сильное впечатление Но поскольку Все-таки Мы должны оценивать Прежде всего Красноречие И Видимо Настолько И видимо То Как воспринимают Таланты Трудолюбия Участники И как это восприятие Совпадает С нашим мнением Думается Что Несмотря на Тяжевые последствия Конкурса По русскому языку Наиболее Красноречивым И убедительным Хотя и спорил Является Алексей Галкин Он будет первым Второе место Симоновой Светлане И третье Андрею Павлову Спасибо большое Красная дорожка Очень быстрая Очень победительная Два этапа Нельзя правда Ни разу ошибаться Желтая дорожка Чуть медленнее Три этапа Один раз можно ошибиться На зеленой дорожке Можно дважды ошибаться И продолжать путь То есть даже вот Шесть ошибок Можно сделать По русскому языку И идти дальше Если в двух этапах Если в двух этапах А мне желтый все равно Больше нравится Она ваша Светочка На какую дорожку Мы отправим Господина Павлова На зеленую То есть он пойдет на зеленую Но подождите секундочку Если он пойдет на зеленую То вы пойдете на красную Правильно Хорошо Не боитесь идти на красную дорожку Мне она очень нравится Значит господин Павлов Вы идете на зеленую дорожку Потому что так решена Светлана Ибо она выбрала Красную дорожку Поаплодируем Светлане Симоновой По вам она очень смелый человек Новый мобильный телефон G7100 от LG Высокое цифровое искусство Генеральный спонсор программы Компания LG Electronics Итак напоминаю вам Что в программе у нас Замечательный художник Скульптор Архитектор Микеланджело Буонаротти Это возрождение В Италии Самый пик его Можно сказать Это вторая половина 15 века И больше чем первая половина Века 16 Игра ведется по этапам То есть Три ключевых слова Предлагаются Огонисту Который стоит на зеленой дорожке Два ключевых слова Огонисту Который стоит на желтой дорожке И бедной Светлане Она правда сама хотела Не предлагается ничего Что написано на стене То она и выбирает А вообще Весь первый этап И все вопросы первого этапа Можно было бы условно назвать Мастер-класс Микеланджело Буонаротти Так вам на выбор Дорогой мой Андрей Мрамор Радость Живопись Мрамор Мрамор Это очень известное изречение Почти хрестоматийное Звучит оно так То есть как оно звучит Я не знаю Вы мне скажете Как оно звучит Микеланджело Логика ваша ясна То есть глядя на глыбу Мрамора Ты определяешь Что туда вложила природа Да А в чем же простота Тогда Вы как-то довольно долго И сложно объясняли Там какая-то большая работа Происходит Простота Крылатые изречение не помните Нет Класс Микеланджело Тем более что он мысль повторял На протяжении всей своей жизни И он в общем Он думал и жил Старался жить так Не помню точно Что думал по этому поводу Микеланджело Но считаю что Художник должен уметь Чувствовать душу Того Кого рисует Нужна помощь мне Правый сектор Юрий Павлович Первый ряд Прошу Андрей Ченгаев Город Октябрьская Республика Башкортостан Я не знаю Но полагаю Что это возможно Божье провидение Помощь свыше Хорошая живопись Это как бы Сближение Слияние с Богом Поэтому художнику Недостаточно быть Великим и умелым мастером Мне кажется Что и жизнь Его должна быть Возможно Более чистой И благочестивой Это не просто провидение И тогда святой дух Будет направлять Все его Помыслы То есть вы понимаете Уважаемые телезрители Это общение с Богом Это душевная чистота Твоя Художника Прежде всего И тогда святой дух Направляет Вашу руку Ваше сердце Вашу волю Это орден Ваш орден Вы со шлафным очком Переходите в следующий этап Но на желтой дорожке Это возможно один раз Один раз дорогой Возможно ошибиться На желтой дорожке Но больше ошибаться нельзя Итальянский знаете? Немножко Пару слов Да вы что? Но это тогда вам повезло Смотрите В 131-м сонете Микеланджело Говорит о том Что доставляло ему Наивысшую радость Я так подозреваю Что вы не читали Тем более не знаете И наизусть Бесконечные сонеты Микеланджело Есть и 131-й Сами понимаете Есть и дальше Не так уж много Но есть Их очень было много Но у меня здесь сценарий написано Могу вам подсказать Но по-итальянски Если вы не понимаете По-итальянски Тогда все-таки Возвратитесь к вопросу В 131-м сонете Микеланджело Говорит о том Что доставляло ему Наивысшую радость Это мастер-класс Микеланджело Понимаете Это не случайно Это что-то очень важное В его жизни Думаем все Это кредо Микеланджело Это то Что действительно Доставляло ему Высшую радость А по-итальянски Ла форца Дунбельвизо Чем из прона Отвечаем Ну а слово форца Переводится сила Насколько я помню Еще кроме того Микеланджело Считал своим призванием Скульптуру И любил общение с камнем С мрамором Может быть он считал Наивысшей радостью Силу мрамора Нужна помощь Юрий Павлович Андрей Чингаев был первым Андрей Чингаев В городоктябрьская Республика Башкортостан Я снова рискую ошибиться Но все-таки считаю Что для Микеланджело По его характеру Наверное Большую радость Было наблюдать За радостью других Когда другие люди радуются Наверное так Меня недостаточно Кто еще Левый сектор Первый ряд Барышня Я думаю Что может быть Микеланджело считал Высшей радостью для себя Ваяние из мрамора Либо же утром Рано смотреть Как солнечные лучи Падают на мрамор В том случае Если он Действительно Хороший мрамор Очень поэтично Когда утром Ты смотришь На красивый На красивый пейзаж Что происходит С твоим лицом Нет Это уже Это уже пошел Мой ответ Дорогие телезрители Я несколько раз Так громко Произносил Бельвизо Это прекрасное лицо Вот о чем идет речь Как шпора коню Для меня Красота Человеческого лица Ничто на свете Не приносит Мне такой радости И поэтому Я так хотел Чтобы меня поняли Когда восклицал И говорил Ун бельвизо По-французски Бельвизаж Думал догадаются Не получилось Но посмотрите Как это красиво Прекрасное лицо Как источник Самой большой радости Для такого великого Человека Как Микеланджело Буонаротти Я могу вам предложить Сыграть со мной Я буду играть в лиц Но тогда вы вообще Вы бываете Из четверть финала Если вы проигрываете А если вы выигрываете Ва-банк И отвечаете на два вопроса Блиц вопроса То вы просто получаете Возможность перейти Во второй этап И больше ничего Вы знаете об этом Дорогая Светлана Да, я рискну Здесь у меня смесь Четыре вопроса По русскому языку И четыре вопроса По географии Мы их мешаем Все ведется Уважаемые телезрители Абсолютно открыто То есть, видите Я предлагаю Своей рукой Выбрать Этот вопрос Смотрите дальше Я предлагаю Этот вопрос Трудный вопрос Я успел заметить Достался Самой этот вопрос Прочесть Ответа там, естественно, нет Итак, или вы хотите Чтобы я прочел Иван Федор Богдан Что общего Между этими Тремя именами Помимо того Что они Мужские Время Думаем Иван Федор Богдан Что общего Между этими Именами Кроме того Что они Мужские Ответ Ну, во-первых Это имена собственные Во-вторых Мне кажется У них Происхождение Содержание Содержание Их содержание Быстро Отвечаем Это я понимаю Сейчас будете меня Попловить Содержание Каждого имени Ну, слова Что означают Да Не каждого Что общего Между ними Ну, видимо У них Общее значение Какое? Ну, данный Богом От Бога Имя Этот ребенок От Бога Богдан Богом данный То же самое Теодор Богом данный То же самое Иван Признается? Признается Живет дальше? Да Прошу Опять же Видите Сама берет Тут же Сама смотрит Чтобы не было Никаких подтасовок А я читаю А, нет Второй был сложный вопрос А может быть очень простой Слово Заранее только Предупреждаю Это из той категории вопросов Которые некоторые Американцы считают Трикки То есть он не очень простой Он не совсем такой Прямой и честный Значит, слово Орден А во множественном числе Как правильно Ордена Или ордены Вот у вас один орден Поэтому, может, вы его не понимаете Думаем только обязательно Как правильно Ордена Или ордены Ордена А ордены Неправильно Ну, возможно, зависит от ситуации Какой Какой ситуации Быстро определите Мне, пожалуйста Потому что правильно И то, и то Почему? Ну, бывают ордены А если Ну, ордена Мне кажется Это за военные награды Могут быть А ордены А ордены Это что? Ордены Ну, это У нас Ордены Светочка У меня есть очень хорошее предложение Вы пойдите и подумайте Что это такое Хорошо Знаете, орден францисканцев Орден доминиканцев То есть это организации такие Орден тамплиеров Вот во множественном число Это будут ордены Дорогие друзья Вы меня, пожалуйста, не сердитесь Очень симпатичная девушка Действительно красота лица Я очень старался И судьи даже молчали Но она Она не знала Она проиграла Блицы И она нас покинула Второй этап Призвание Автограф Бессонница Это ключевые слова Естественно, за каждым ключевым словом скрывается вопрос Бессонница Под старость Микеланджело Стала одолевать бессонница И тогда он смастерил Колпак Очень оригинальный Можно отвечать? Ну я же вопрос еще не задал А какой вопрос, как вы думаете? Угадайте вначале вопрос А потом будете отгадывать ответ Ну Вопрос какой был? Может быть Вопрос был Какой смастерил колпак Микеланджело Нет, вопрос такой Почти угадали Что за колпак И главное Для чего Я вынужден это уточнить Потому что Иначе он потом скажет А знаете Я на другой вопрос отвечал Думаю с ним будем? Дайте попробую отвечать Я помню то, что он сделал колпак Прицепил к нему свечу И свечу зажигая Ну как в современной шахтере Сейчас, секундочку Он работал по ночам То есть человеком мучила бессонница Да Он сделал колпак со свечей Чтобы работать по ночам А что, свечу нельзя что ли в руке держать? Необычно Ну, чтобы удобнее было То есть, чтобы руки были свободны Да Это абсолютно правильно Вы умница Вы угадали даже вопрос И без шпросного очка Вы переходите в следующий этап Призвание автографа Автограф Только одно скульптурное произведение Микеланджело Скульптурное произведение Микеланджело Несет на себя автограф самого мастера Это знаменитая пьета Из собора святого Петра А почему именно вот на пьете Или на плакивании Христа Он решил поставить свой автограф? Подумаем, может быть Сейчас решается ваша судьба Неправильный ответ И все И вы Дело в том, что Когда в город приехали иноземцы Им показали это произведение Они спросили Кто его извоял И назвали им Какого-то малоизвестного скульптора Да Гоба из Милана Сказали Это же он здесь Так, простите И на следующую ночь Микеланджело заперся в этом соборе И выколачивал резцом Имя на поясе Мадонны Мы переходим к следующий этап Без штрафного очка И напряженный огонь продолжается Очень напряженный огонь Вы не ошибались ни разу? Вы можете вообще отказаться От своего ответа Потому что в данном случае Вы пассивное лицо То есть от того, как вы ответите Ничего не зависит Потому что сейчас все решается На желтой дорожке Если вы сейчас правильно ответите Это будет замечательно Мы будем в восхищении Вы ответите трижды правильно Но вы уже выиграли на зеленой дорожке Отказываетесь от ответа И тогда будет больше ответов У теоретиков Или все-таки Будем отвечать Отказываюсь Вы отказываетесь И, значит, своему другу-конкуренту Предоставляете выбирать Хорошо Два ключевых слова Условия и панацея Условия Я уже докладывал телезрителям Что Микеланджело Буонаротти Это не только великий скульптор Это не только великий живописец Но это великий архитектор И, в частности, одно из величайших творений Микеланджело Буонаротти Это купол собора святого Петра в Риме Так вот, прежде чем приняться за эту работу Микеланджело поставил очень жесткое условие Того, что он будет в ней участвовать И как папа не грозил Как он не нервничал Как он не переживал Микеланджело стоял на своем И приступил к работе Только тогда, когда было соблюдено Это условие Что это было за условие? Проще говоря, Микеланджело сказал Не буду работать Если... Если что Думать будем здесь-то? Спасибо Какое жесткое условие поставил мастер Прежде чем согласился приняться за эту работу То есть, фактически, создание купола собора святого Петра Прошу Дорогой мой друг Он поставил условие, что его изменения в проекте И вообще все его действия не будут контролироваться сверху То есть, в смысле, начальством, которое тогда строило собор И предыдущим начальством, в частности Там был один из архитекторов, который ему очень не нравился Браманте Но здесь он ни при чем Нужна помощь Левый сектор, последний ряд барышни Надежда Кондюрина, Краснодарский корабль, Левский район, поселок Проточный Если я не ошибаюсь, то он ставил условие работать бесплатно Даем вам орден Мастер хотел выполнить работу совершенно бесплатно Цитирую вас, славу Божью Спросите судью, вы даете нам орден? Вы даете мне орден Даем, даем орден Мы не просто даем орден, мы принимаем вас в клуб умников Потому что вы умница К сожалению, вы проиграли Вы были очень близко от победы Но вы замечательный человек Вы очень талантливый человек Вы очень трудолюбивый человек У вас три ордена Я так предлагаю, у вас все впереди Дорогой мой друг Вы переходите в полуфинал Я вас поздравляю Вы умница, вы умника Вы в полуфинале Куда и направляетесь Вначале вот В самый центр круга Большое спасибо В самый центр круга Вставайте Андрей Павлов Город Беребей Республика Башкортостан Вышел в полуфинал С зеленой дорожки А сейчас отправляется в Палестру Генеральный спонсор передачи умницы и умники Компания LG Лидер в производстве высокотехнологичной продукции Наш успех в эффективном сочетании глубоких знаний И новейших технологий LG У меня осталось несколько вопросов С вашего позволения их задам теоретикам Микеланджело утверждал, что свое призвание К скульптуре он приобрел еще В младенческом возрасте Это как? Правый сектор Первый ряд Александр Бордунов Село Рафаилово, Тюменская область Микеланджело говорил, что Он в младенческом возрасте Приобрел призвание к скульптуре Потому что кормилица его была Жена каменотеса И поэтому он с молоком кормилица Впитал в себе любовь к обработке камня То есть он любил работать с мрамором Правильно абсолютно Ну, в ассорт Панацея Микеланджело старался не обращаться к врачам И не принимать лекарства Потому что у него была своя панацея От всех болезней, от всех неудач Кто готов ответить? Что за панацея? Средний сектор, первый ряд, молодой человек Вначале что такое панацея? Так, ну панацея, насколько я знаю Это лекарство от всех сразу болезнь Совершенно верно И мне кажется, что вот его панацея Его отец ему посоветовал Вот никогда не мойся, а только обтирайся И не будешь болеть Нет? Не правильно Вы очаровательный человек Вы настолько оригинальный Нет, конечно Но просто ваша версия Я в восхищении Кто был следующим? Этот же сектор Прошу Николай Зеленовгород, Череповец, Вологодская область Панацея это действительно лекарство от всех болезней И Николай Зеленовго считал панацеей постоянный труд То бишь, ему не хватало времени болеть И он просто все постоянно трудился Очень хороший ответ Но не точный, увы Он о роте верил в чудодейственную силу молитвы И в тяжелых ситуациях И когда заболевал, молился прежде всего В общем, так легко было догадаться Ведь помните, до этого они тоже не могли догадаться Почему вот мастерства мало художника Он еще должен верить в Бога Он должен иметь контакт с божеством Ну я не знаю Но ордена не получает никто Огонь закрываем И переходим в эпилог А в эпилоге, куда мы перешли Я задаю простые вопросы Правда, за них нельзя получить орден Но можно получить приз Нашего генерального спонсора Генерального спонсора программы Умницы и умники Компании LG Electronics Одного из лидеров в области цифровых технологий Итак, внимание Вопрос первый Задает моя помощница Зоя Александровна Кайдановская Зоя Александровна Кайдановская Что за танец И почему так называется ПОЩИЕ ЗАДАЛА КАДАЛА 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 КАДАЛ Тарантул, во мне о чем не говорит тарантул. Тарантелл. Ну, так почему тарантелл и тарантул? Значит много ног, быстро, скоро. То есть быстро танцует, потому что скоро, как тарантул. Нет, неверно, кто готов уточнить. Ну, у нас к вам замечание. Так. Мы считаем, что ответ прозвучал и что участие заслуживает приз. Дорогие друзья, в таком случае я должен включить процедуру, которая называется «Особое мнение». Моё мнение таково, что объяснение, конечно, было очень интересно, но распространенное объяснение, что с помощью этого танца очень энергичного, очень быстрого лечили от укуса тарантулов. А не потому танец был такой быстрый, что там как много ног у тарантула, хотя версия очень интересная, и судья рассказал приз у вас, нашего спонсора LG Electronics. Вопрос номер два. Смотрим на видеостену. Это знаменитая скульптура Микеландзола Боннаротти, называется «Моисей». Посмотрите на голову Моисея, у него рожки. Ну, дамы и господа, это же полное безобразие, это же ведь великий библейский герой, почему у него рога? Как вы объясните, уважаемые друзья, это несоответствие? Сергей Гулыгин, город Чита. Может, он так нимб изобразил? Может быть, он так нимб изобразил? Что скажет суд? Юрий Павлович, я думаю, это следует признать как правильный ответ. Правильный ответ – это не рожки, а скульптурный символ божественных лучей. Поздравляю вас. Вопрос номер три. Покажите, пожалуйста, дорогие друзья, как после росписи Сикстинской капеллы, я имею в виду первую роспись, когда он расписывал потолок Сикстинской капеллы, читал великий живописец Микеланджело Боннаротти. Вот я могу вам дать книгу, чтобы вы показали. У нас телевидение. Покажите, пожалуйста. Здесь ничего объяснять не надо, а потом я спрошу, кто вы. Нет, покажите. У нас телевидение. Будем, как Леонардо учил. И это достаточно, вы считаете? А выше? Она упадет. Правильно абсолютно было показано. Теперь представьтесь и объясните словами. Фиськова Марина, город Кумиртавр, республика Башкортостан. Дело в том, что когда Микеланджело расписывал потолок, то ему приходилось высоко задирать шею, и потом он не мог читать нормально, как все люди. И ему приходилось поднимать книгу высоко над головой. Пра-правильно. Эпилог закончен, и мне надо взять интервью. Новый мобильный телефон G7100 от LG. Высокое цифровое искусство. Генеральный спонсор программы – компания LG Electronics. Андрей, дорогой, вы держите приз в руках. Это сертификат на 12 тысяч рублей. Это приз нашего генерального спонсора, компании LG Electronics, одного из лидеров в области цифровых технологий. Деньги ваши вы их заработали. Только обязательно заплатите налоги. Помните, я как-то говорил, правда, было очень давно, но месяц назад я говорил о том, что... Я перечислял города, и в частности Белебей, и спросил наших телезрителей, вы слышали о таком городе, и обещал им, что они обязательно услышат больше о городе Белебей. Вот что это за город, в котором вы живете? Это замечательный город, один из самых красивейших городов России, очень маленький и аккуратный, практически как в Европе. Река есть? В самом городе нет, но вокруг него огромное количество рек. Музеи есть? Есть. И вообще такая лесостепта потрясающая. А вы на тех много? Вы же понимаете, я в основном спрашиваю о том, что мне интересно, потому что мне интересно, как же вы готовились. В общем, это же не Москва, это не Париж. Это не Лондон, а для вас важны книги и так далее. Книги где брали? По друзьям. То есть, в общем, из частных коллекций, мягко говоря. Да. А как вы относитесь к Микеланджело? Я, честно говоря, очень полюбил за это время Микеланджело, пока я его читал. Я раньше думал, что это такой вот, ну, если почитать там, революционер, бунтарь вроде бы, а я так почитал, в Азаре, например, понял то, что это очень сложный человек, с очень интересной судьбой. И с очень интересной... Он хоть как-то вам помог? Микеланджело? Ну, вот в Игоре, например. Я уверен, что он мне помог. Вы чувствовали присутствие Микеланджело рядом с вами? Конечно, дух Микеланджело витал рядом со мной. Ой, дорогие друзья, любимые мои телезрители, я знаю, что вы самые умные люди в нашей стране, потому что вы смотрите нашу программу, вы обязаны быть самыми умными, и поэтому я очень рассчитываю, что вы поймёте этих сложных, этих талантливых, этих в каком-то смысле даже мистических детей. Особенно обращаюсь к десятиклассникам и десятиклассницам, потому что в будущем учебном году вы можете принять участие в нашей программе и, может быть, поступить в МГИМО, но вначале стоять вот так, в четвертьфинале, со мной на интервью. Для этого надо отвечать на мои вопросы. Я в конце каждой программы задаю вам вопрос, вопрос на размышление, достаточно сложный, на него просто так не ответишь. И если мыслей своих нет, даже мама не поможет, и бабушка даже не поможет. Вопрос, вы уже слышали это. Как вы считаете, вот что важнее талант или трудолюбие? Разные есть точки зрения, но поверьте, мне больше всего интересна ваша точка зрения, потому что вы самые умные, вы самые умные. Гипноз прошёл, до свидания. До следующей субботы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!